Приветствую вас. В первую очередь психотерапия, аноним. Таким способом, который подходит лучше всего вам. То есть идеальный вариант это попробовать несколько специалистов, посмотреть какой вам подходит, какой нет и соответственно с этим специалистом работать. В вашем случае вероятно имеет значение еще и полуспециалистов, это невозможно, что мужчинам вы не доверяете. Вот и в общем-то вероятно работать с женщиной вам будет лучше. Но бывает наоборот, что с мужчинами работать вы как бы лучше, полезнее. Вот. А женщина наоборот, наступает в такой, ну, обвиняющей стороне для человека. Смотрите. Насчет осуществления вы скорее всего не сделаете. Или очень долго, много времени вовремя, десятки лет. Вот, если не всю жизнь. Вы не начнете себя прощать и так далее. Смотрите. Ключевой момент в том, что вы берете на себя ответственно за то, что произошло раз. То есть это такое вот, сверхтребование, сверхтребование к себе, это первое. Второе. А, значит, вы допускаете, что ситуацию можно было бы изменить, хотя на самом деле нет. То есть здесь вот у вас требование к ответственности. Следующий момент. Это то, что действительно какое-то ваше поведение могло привлечь этого человека. Потому что вы жертвы, а жертвы, как правило, самим своим поведением притягивают агрессора. Но, важно понимать, что жертвенность это не провокация. Хотя это тоже бывает. Жертвенность это в первую очередь потеряность, это в первую очередь, вот как вы на самом деле сказали, чувствуете слабость, а женская беспомощность. То есть это не возможность себя защитить. Особенность здоровой такой агрессии. Вот у вас самая агрессия, то есть от обвинений. Но, на самом деле, самая агрессия здесь. Это проявление здоровой агрессии, но направленное на себя. И вот, как раз таки, склонность к самообвинению, то есть потере, неуверенность то такое, да. И обусловила то, что вы в этой ситуации оказались. Потому что я не думаю, я не думаю, что самообвинения и агрессия, самоагрессия у вас появились только вот после этой истории. То есть понятно, что может быть самоагрессии не было, но вот какие-то такие сомнения, обвинения, различные требования к себе скорее всего были. Вот. Все это опять же нужно прощевать. Вот. Что касается и боли. Что касается и боли, и восстановления некого эмоционального баланса, который сейчас у вас наручен. Все это прощевается. Все это прощевается, и равно как и боль. Все это необходимо прощевать. Ну, тогда и отпускать начнется. Что касается прощения, то прощение и прощение это в первую очередь принятие, а принятие это в первую очередь отказ от требований к себе, которые вы в принципе, ну, не можете выполнить с этой критикой требований. Но возможно, возможно это в вашем случае, исключительно после прожития тех чувств, которые у вас есть. Потому что сейчас они не позволяют вам себя простить. Вот. Такой вот момент. А, собственно, все. Вы пишите, что принять ситуацию не можете, соответственно, что вам мешает. Да. Ну, опять, просто вот что мешает. Более чего. Дальше. Безумные отношения к мужикам. То есть, что вы. Мужики. То есть, не такой мужики. Мужики это интроект. То есть, вы обобщаете. Ну, соответственно, если вы обобщаете, скорее всего, вы обобщаете что-то в себе. То есть, что-то в себе вы обесцениваете, я полагаю. Вот это тоже нужно, ну, желательно, тоже желательно проработать. Вот. И подкорректировать. А вот так вот. Такой момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего доброго. Желаю найти своего специалиста. Удачи!